здравствуйте дорогие друзья сегодня хотелось бы поговорить о таком интересном событии которое может быть по телевизору так сильно не раскручен но тем не менее хотелось у нас сейчас что у нас сейчас мужское население страны с восторгом следит как 11 миллионеров в упорной схватке рекламируют спортивные бренды пиво и джилетто ну что они еще рекламируют в общем это все называется красиво спортом а на самом деле 11 миллионеров бегают и рекламируют спортивные бренды рыбак adidas пиво там различное конечно я свое личное отношение к этому усказывал все мои друзья знают мои личные отношения я считаю что порнография и футбол это две вещи которые не смотреть надо как бы заниматься самому что любовь штука серьезная надо все время заниматься футбол это тоже вот такая глубоко интимная штука и смотреть как это неизвестные лица или вот иногда смотришь за команду локомотив играет ну чернющий прямо паровозный кочегар юмор гонга-бонга бегает понятно конечно сейчас мир такой ну никакого расизма в этом я считаю нет но все-таки паровозный кочегар немного будет по-другому за команду локомотив который должен играть футбол под шумок вот этих спортивных мероприятий в городе петербург в котором я лично никогда не бывал я бывал в городе ленинград который известен как город-герой так вот в этом городе героем есть пискаревское кладбище там нужно во очередь посмотреть и убедиться насколько страшна была блокада там и дневник таня савичевой хранится и паечка хлеба которую получал житель города ну тогда хоть горожане понимали за что они голодают и за что они бьются и за что они работают и стремятся к чему сказали бы им что вот севера ваш город блокаду держит финская армия и вот давайте-ка мы главнокомандующему поставим на центральной очереди улице города табличку памятную все-таки же он был хороший человек я думаю ленинграде бы тогда это понимание не нашло как не нашло он и впрочем и сейчас потому что ровнять получали жертву это по меньшей мере цинично это цинично они это еще раз показывает что наш народ готовят конкретные заворуги делят на белых и красных синих зеленых я не знаю что еще в общем я считаю это привод привод не ленинградцев левоков остальных и так как я точно знаю что подрастает поколение которое историю изучала совсем по другим учебникам где и там нам рассказали много интересного они воспитываются на американских фильмах американских мультфильмах и маши и медведи далеко так вам не самом русском в общем дим то можно будет легко рассказать всякую ерунду и я не удивлюсь если лет через десять в москве на красной площади будет установлен мемориал к кому-нибудь гитлеру вот ничего удивительного в свете последних последних событий я в этом не вижу а ведь в каждом городе же сейчас у нас есть памятник жертвам сталинских репрессий и вот я довожу до сведения тех кто ходит туда цветочки носит что туда в число сталинских репрессий вошли как власовцы так и бандеровцы и прочие коллаборационисты недаром даже солженицын которые сейчас передают школах он сидел вместе с бандеровцами а его самый знаменитый рассказ один день ивана денисовича он был про человека мягко говоря не самая у него была такая статья хорошая он был дезертир вот этот иван денисович он был дезертир и вот за это он сидел вместе с бандеровцами там прочими обиженными советской властью людьми в общем это пока все буду держать вас в курсе событий ваш роман халиман а